Здравствуйте, друзья мои! С вами Юлия Бирмайер и сегодня у нас восьмой урок. Сегодня мы с вами будем учить личные местоимения. Они очень важны в английском языке, поэтому выучить их вам нужно очень-очень хорошо. Некоторые из них вы уже знаете. Мы их с вами уже учили на прошлых занятиях. I – я. You – ты или вы. He – он. She – она. It – он, она, оно для неодушевленных предметов и животных. We – мы. They – они. Как видите, их всего семь, поэтому выучить их будет легко. Но не забудьте прописать каждое слово в прописях, потому что на следующих занятиях мы будем делать много упражнений. А вот на прошлых занятиях мы с вами выучили правила, по которому мы определяем, какой артикль нужно ставить перед существительным. А теперь давайте вместе сделаем несколько упражнений. Здесь у нас стоит употребить артикль N, потому что слово ice cream начинается с гласного звука. В данном случае у нас будет употребляться артикль E, потому что слово cake начинается со звука согласного. Здесь будет артикль E, потому что слово game начинается со звука согласного. Совсем другая ситуация в слове apple. Нам нужен артикль N, An apple – яблоко. Слово apple начинается со звука гласного, поэтому артикль у нас соответствующий. An umbrella – зонтик. An umbrella. Plate – тарелка. A plate. Ну и последние два слова. Elephant – слон. Orange – апельсинка. Оба слова начинаются с гласного звука, поэтому и в том, и в другом случае нам стоит употребить артикль N. An elephant. An orange. Очень хорошо. А теперь самое время для чтения. Повторяйте все слова и выражения за мной. A cat – кот. A fat cat – толстый кот. A fat black cat – толстый черный кот. Sam is a fat black cat. Sam – это толстый черный кот. И еще разочек. A cat. A fat cat. A fat black cat. Sam is a fat black cat. A pig. Хрюшка. A pink pig. Розовая хрюшка. A big pink pig. Большая розовая хрюшка. A big pink pig lives in Britain. Большая розовая хрюшка живет в Британии. И еще разочек. A pig. A big pink pig. A big pink pig. A big pink pig lives in Britain. A camel. A camel – это верблюд. Nine camels. Девять верблюдов. Вот так, добавив только буковку S к слову, мы получили множественное число. Полностью правило я сегодня рассказывать не буду. Оно довольно-таки большое. Но то, что множественное число у большинства слов образуется путем добавления окончания S, нужно запомнить. A bike. Six bikes. Велосипед. Шесть велосипедов. A cat. Five cats. Кошка. Пять кошек. И еще разочек. A camel. Nine camels. A bike. Six bikes. A cat. Five cats. На этом наше занятие заканчивается сегодня. Ну а полный курс с упражнениями и прописями вы можете найти на сайте linglamout.com. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. По всем вопросам и предложениям вы можете обращаться ко мне на почту learningatlingvamout.com. Набор на индивидуальные занятия всегда открыт. С вами была Юлия Абермайер. До новых встреч!